Готов идти? Отлично, идём. Хорошо, что ты теперь с нами. Ещё пара дней, и правительство сцапало бы тебя. Но знаешь, как говорят? Из кипятка да на сковородку. Так вот, милости просим на сковородку. С тех пор, как я вылез из Ковчега и увидел, что творит правительство, я только и делаю, что борюсь с ним. Никто не знал, что после падения астероида будут такие последствия. В кои-то веки у нас был хороший план и достойные люди. Но генерал Кросс изменил время подъёма нескольких Ковчегов, в которых были его друзья. Он сбил человечество с пути. И теперь наш долг — всё исправить. Это полумесяц. Точнее, его обломки. А наша база под ним. Давай, иди сюда. Наша база за этой дверью. Лассард, это маршал. Код 1228. Понял, капитан, с возвращением. Вижу наш гость здесь. Добро пожаловать в наш скромный дом. Тут бардак, но нам нравится. Внимание, бойцы. Хочу представить нашего гостя. Как вы уже знаете, он из Ковчега. Парень не промах. Знаю, он вам понравится. Ему можно доверять. Видишь, тут повсюду обломки Ковчега. Когда-то в нём лежал я. А теперь Лассард использует его, как наш мозговой центр. Добро пожаловать. Да, сэр. Это Ковчег капитана Маршала. Я перенастроил его, чтобы отслеживать перемещение сил правительства и поддерживать связь с нашими людьми в пустоши. Прекрасно. А Элизабет, ты уже знаешь. Рада видеть, что у тебя всё в порядке. Вообще-то, доктор Каттенс. Она выясняет, что именно правительство делает с мутантами. Шаг за шагом, я ближе к разгадке. Это Джек Портман. Наш оружейник. Эксперт во всём, что стреляет и взрывается. Верно, друг. Для меня каждый день здесь праздник. Особенно, если прикончим кого-нибудь из людей правительства. И, наконец, Сол. Он держит гараж прямо у нас над головой. И следит, чтобы никто не проник к нам без приглашения. Он уже ждёт тебя. Иди познакомься с ним. Итак, запомни кое-что. Подземка, что над нами, это тебе неисточник. Эти люди ходят по лезвию бритвы, стараясь не вызывать подозрений правительства. И в то же время помогать нам. Местный босс, Редстоун, сдаст тебя правительству, не задумываясь, если ты не сможешь быть ему полезен. Итак, для начала тебе надо понравиться Редстоуну. Если ему понадобится решить проблему, сделай это. Иначе ты всё равно, что покойник. И ничем не сможешь нам помочь. Редактор субтитров А.Семкин